Идейное содержание басен Харьковских определяется постановкой актуальных социально-этических проблем и решением их с позиции гуманизма. Здесь Сковорода излагает основные философские положения еще до того, как они нашли обоснование в философских диалогах и трактатах. В частности, тематика басен во многом предваряет диалоги о душевном спокойствии и счастье. А становимся на тематике лишь тех басен, содержание которых непосредственно связано с философской проблематикой. Прежде всего, в ряде басен Сковорода стремится ответить на вопрос, в чем состоит истинная сущность человека. Знаменательно, что именно в баснях впервые громко прозвучала тема исродного труда. Труда, основанного на познании человеком своих природных склонностей и способностей и развитии их с целью достижения в труде общественной пользы и личного счастья каждым человеком. Сковорода высоко ценит стремление человека к сродному труду. Только такой труд, по его мнению, способствует достижению единства частных интересов отдельного человека с интересами общества. Соответственно, несродный труд является источником несправедливости и угнетения сильными слабых. Сковорода резко критикует стремление господствующих классов к получению прибыльных мест, чинов, выскрывает несоответствие господствующих порядков с закону сродности. Господство несродного труда и является, согласно Сковороде, одним из источников страдания и несчастья людей. Баснописец-философ убедительно показывает, что труд приносит наслаждение человеку не только своими результатами, но и самим процессом. В этом отношении он ставит вопрос о труде как источнике земного счастья человека, его духовного веселья. «Должность наша есть источнику веселения», пишет Сковорода. Эти идеи составляют лейтмотив всего сборника басен и в особенности таких как оселка и нож, колеса часовые, жаворонки, собака и кобыла. Много внимания уделяет Сковорода характеристики деятельности, значению обучения, практики, опыта, привычки для реализации природных наклонностей. Наконец, концепция сродного труда, переосмысленная с точки зрения критики стремления господствующих классов к богатству, роскоши и паразитической жизни, в баснях выражается в утверждении принципа равного неравенства – муравей, свинья, крот и линкс. Суть этого принципа состоит в признании законными и естественными только тех потребностей и стремлений, которые соответствуют природному различию людей, а не социальному. Наибольший интерес представляют басни, в которых обличается социальное зло и моральные пороки современников. Баснописец разоблачает тлетворность, таящуюся в честолюбии, сластолюбии и стремлении к богатству, раскрывает бессмысленность и ненадежность богатства. Напоминает, что самые беднейшие рабы рождаются из предков, жительствовавших в луже великих доходов, и что многое множество богачей всякий день преобразуется в нищих. Особенно интересно с этой точки зрения басня жабы. Она показывает, что стремление к богатству связано с опасностями и тяготами, не приносящими счастья, приводящими к утрате человекам внутренней свободы. Среди басен Сковороды есть несколько ярко сатиристических, направленных против ненасытности обжорливого пьянства и панства, его погони за славой и чинами. Наиболее выразительно эта критика звучит в басне о ленице и кабанах. Здесь, продолжая мысль о том, что достоинство человека определяется не внешними, а внутренними качествами, Сковорода высказывает свое отрицательное отношение к стремлениям казацкой старшинской верхушки. Он утверждает, что ни родом, ни титулами, ни чинами и ни поместьями определяется достоинство человека, а его делами. Таким образом, идейно-эстетическое содержание басен Харьковских позволяет охарактеризовать не только эстетическую, но и философско-этическую позицию Сковороды, его гуманистическую концепцию. Имея огромное самостоятельное художественное назначение, басня вместе с тем является важным этапом на пути философского развития мыслителя. Своим идейным содержанием, постановкой и решением философско-этических проблем они органически примыкают к его философскому творчеству. В особенности это заметно во второй половине Харьковского цикла, где эмоционально-эстетические задачи явно уступают место рационально-логическому осмыслению, вследствие чего возрастает мораль, сила, часто в несколько раз превышающая сюжетную фабулу басни. Сам факт создания первого на Украине сборника басин, утверждения самостоятельности этого жанра, является знаменательным явлением. Этот факт отражал новые тенденции в развитии эстетического сознания, новые потребности в развитии литературных жанров как способа дальнейшего эстетического освоения действительности. Как незначительно литературное творчество Сковороды, но в историю отечественной культуры он вошел прежде всего как выдающийся мыслитель, завершивший длинительный исторический период в развитии профессиональной философии на Украине. Эта философия развивалась не на голом месте, а была результатом творческого использования достижений мировой философской мысли. Сковорода глубоко изучал произведения близких ему философов, брал на вооружение те или другие философские и морально-этические идеи, превращая их в исходные пункты разработки собственного учения. Поэтому неудивительно, что идеи, вокруг которых сосредоточены его поиски, встречаются в произведениях философов античности, средневековья, возрождения и его предшественников из Киева-Могилянской академии. В произведениях Сковороды мы находим ссылки на изречения многих греческих и римских философов. Чаще всего Сковорода апеллирует к высказываниям по морально-этическим вопросам представителей таких философских школ, как пифагорейцы, киники, киринаики, стоики, скептики. В решении морально-этических проблем для него авторитетами выступают Пифагор, Диоген, Сократ, Эпикур, Плутарх, Синека. При разработке гносиологических основ своего морально-этического учения Сковорода часто обращался к Аристотелю и Платону. Исключительное познание Сковороды в области античной философии и критическое использование ее положений при создании собственного учения свидетельствует, что это учение возникло не в стороне от развития мировой истории философии. Из позднейших философских сочинений Сковорода, очевидно, хорошо знал о реапогитике. У нас нет прямых доказательств знакомства Сковороды с произведениями Джордана Бруно, Николая Кузанского, но связь учения мыслителя с основными идеями этих философов достаточно очевидна. Сказанный в определенной мере касается и связи взглядов Сковороды с пантеизмом Спинозы, идеями Христофа Вольфа и некоторых других философов, изучение которых входило в философский курс Академии. На формирование пантеистических представлений Сковороды оказала влияние многовековая борьба между опошленным теологами и схоластизированным аристотилизмом и платонизмом. Причем платонизм у Сковороды нередко сочетался с пантеизмом. Известно, что с тех пор, как фальсифицированный Аристотель был превращен в знамя христианской ортодоксии, оппозиционные учения все чаще обращались к неоплатонизму. Это нашло отражение и во взглядах Сковороды. Когда в историко-философской литературе идет речь о символическом мире, его вместе в системе взглядов Сковороды обычно пишут только о Библии, поскольку о ней чаще всего напоминает сам философ. Но произведение его показывает, что в этом символическом мире он отводит о значительное место и Библии языческой, мифологии. Мифология также интересует Сковороду как способ распознавания человеком внутреннего закона, господствующего над каждым бытием. Это уравнение Библии с мифологией, рассмотрение их как своеобразных притч, обращающих накопленный человечеством познавательный и моральный опыт, весьма характерная черта мировосприятия и миропонимания Сковороды. Мировоззрение мыслителя тесно связано с народной мудростью, в частности, поговорки, пословицы, песенные и сказочные мотивы оказали большое влияние на его формирование. Тот факт, что Сковорода почти в каждом из своих произведений ссылается на мудрость украинских, русских, латинских пословиц, свидетельствует не только о его хорошем знании фольклора, но и о том, что свое философское учение он стремится укрепить здравым смыслом народа, его громаднейшим духовно-практическим опытом. Говоря о формировании мировоззрения Сковороды, необходимо сказать и о естествознании как одном из его теоретических источников. Как раз в этом вопросе еще сохранилось немало спорных, недостаточно аргументированных и даже ошибочных утверждений. Философ, прошедший курс наук в Киево-Могилянской академии, имел возможность усвоить все основные научные идеи, преподававшиеся в лекционных курсах. Кроме этого, Сковорода самостоятельно продолжал свое образование. Именно последнее позволило ему занять совершенно четкую позицию в отношении учения Коперника. Ясно увидеть огромнейшие успехи человечества в науке и технике, в опознании Вселенной. В трактате иконы Алкивиадская Сковорода, опровергая библейскую легенду о сотворении мира, присоединяется к мнению современной ему науки о множестве миров. Он замечает при этом, что каждого мира машина имеет свое с плывущими в нем планетами небо. В его произведениях находимы немало подтверждений, признавания и восхищения успехами науки и техники. Мировоззрение и содержание философии Сковороды имеет тесную связь с традициями украинской и русской культуры и философии 17-й, первой половины 18-х века. Прежде всего, нельзя не обратить внимание на созвучие основных морально-этических идей Сковороды с идейным содержанием украинской литературы предшествующего периода. Это такие идеи, как самопознание, призыв к добродетели, осуждение порочности, материальных стремлений и тлены роскоши жизни, проповедь полуаскетического идеала, составлявших лейтмотив вершевой поэзии, церковных проповедей и философско-богословских трактатов таких деятелей, как Транквиллион Творовецкий, Могила, Гизель, Полоцкий, Галятовский, Радивиловский. Кроме, собственно, идейного, содержание Сковороду привлекали общие тенденции в их стиле. Этико-гуманистическая традиция, наиболее крупным представителем которой и является Григорий Сковорода, сложилась постепенно на стыке творческого взаимодействия художественной литературы и философского знания. Помимо названных здесь, следует упомянуть воспитание Киева-Могилянской академии Д. Туптала, Ростовского. Некоторые идеи которого предваряют учение Сковороды. В своих симпатиях Сковорода отдает предпочтение традициям второй половины XVII века. В XVIII веке философская мысль в академии развивается под заметным влиянием идей, выдвинутых Эф Прокоповичем. Политическое учение Ф. Прокоповича, направленное на укрепление самодержавной власти, было неприемлемым для Сковороды, тогда как в области этики он во многом опирается на взгляды Прокоповича. Однако есть основания утверждать, что здесь он значительно больше обязан своим современникам и учителям В. Лащевскому Г. Канисскому М. Казачинскому. Своё отношение к Прокоповичу и Лащевскому Сковорода высказывает, используя мотивы их литературных произведений. Этические идеи Канисского и Казачинского очевидно оказали непосредственное влияние на формирование концепции Сковороды. Эта близость обнаруживается в двух очень существенных моментах, а именно в положительном отношении к этическому учению Эпикура и в утверждении возможности достичь счастливой жизни на Земле. Но известно, что этика как философская дисциплина не занимала существенного места в преподавании в Академии. И перенесение в центре внимания на разработку морально-этической проблематики следует отнести к инициативе Сковороды, философия которого отражает стремление отыскать путь к счастью для социально угнетенных слоев трудящихся. В своем философском развитии Сковорода проходит определенную эволюцию, связанную так с внутренними психологическими причинами, так и с преодолением трудностей теоретического характера. От морализаторских идей он движется в направлении обоснования цельного этического учения, в центре которого находятся идеи счастья и единства человека и природы. Параллельно с этим он ищет антологическое и гнасиологическое обоснование своего философско-этического учения. Философской основой его учения является концепция двух натур, которая развивается им в диалогах 70-х годов и находит точную и четкую формулировку в трактате иконы Алкивиацкая. Поскольку по убеждению Сковороды все философские проблемы наиболее ярко проявляются в человеке, то на его примере он и решает их, считая, что самопознание дает ключ ко всем антологическим, гнасиологическим и морально-этическим задачам. Все существующие, по мнению мыслителя, обладают двумя натурами – видимой, доступной ощущениям и невидимой, внутренней, доступной интеллектуальному созерцанию. Сковорода уделяет много внимания характеристики видимой натуры или материи, ее разнообразнейших проявлений и свойств, но постоянство и определенность последних обусловливаются у него натурой невидимой. Это означает, что материи, внешней натуре, противостоит форма, натура невидимая. Подобная мысль в известной мере выражена, например, у Спинозы в положении о натуре творящей и натуре сотворенной. Форма или идея, согласно Сковороде, не предшествует материи во времени, но являясь первоосновой материи, она определяет ее развитие – рождение, становление, расцвет, отмирание, переход из одного состояния в другое. Вечная по своей сущности духовная форма обусловливает вечность и неучтожимость материи. Это положение о вечности материи во времени, материя аэтерна, занимает важное место в философской концепции Сковороды, так же, как и утверждение о беспредельности ее в пространстве. Философ четко проводит мысль о том, что одной вещи гибель рождает тварь другую, что всемирный мир – сей вечный, что мир в мире есть, то вечность в и тлении, жизнь в смерти, восстание во сне, свет во тьме, во лжи истина, в плаще радость, в отчаянии надежда. То же он говорит и о беспредельности мира в пространстве. Если же мне скажешь, что внешний мир сей в каких-то местах и временах кончится, имея положенный себе предел, и я скажу, что кончится, сирище начинается. Ибо одного места граница есть одна же и дверь, открывающая поле новых пространностей, и тогда же начинается цыпленок, когда портится яйцо. Не раз возвращаясь к обоснованию идеи двух натур, Сковорода наиболее четко и однозначно формулирует ее в своем последнем произведении «Потоп змеин», указывая при этом, с каким именно положением философской мысли прошлого он ее связывает. Учение о двух натурах восходит к античной философии, где оно выражалось в понятиях «материя и форма», в частности у Платона и Аристотеля. Сковорода пишет, в «Исе три мира» состоят из двух единосоставляющих естеств, называемых «материя и форма». Сие формы Платона называются идеи, сирище видения, виды, образы, а не суть первородной миры, нерукотворенные, тайные веревки, переходящие юсень или материю содержащие, видимая натура называется тварь, а невидимая – Бог. Бог, по утверждению сковороды, и является тем началом, которое составляет первооснову всего существующего, его внутреннюю необходимость, закономерную причину, постоянство и определенность природы вещей. Такое понимание Бога приводит сковороду на позиции пантеистического объяснения природы. Бог, как начало и первооснову сущего, высшее у всех причин причины и резон, олицетворяет единство всех возможных миров, и поэтому сковорода категорически отрицает мысль как о возможности каких-то двух или больше начал мира, двух богов, так и мысль о признании Богом самой материи. Бог, начало, истина составляет внутреннюю пружину развертывания мира в разнообразную картину развития живого и неживого. Поэтому очень часто сковорода называют Бога истинной натурой, являющейся носителем существенных характеристик того или иного явления. Это означает, что философ снимает вопрос о Боге как о каком-то сверхъестественном существе, руководящем миром на основе безграничного своеволия. Принципиальным свойством Бога, как субстанции и субстрата природы, является соответствие законам развития, проявляющимся в определенности развития материи. Отсюда сковорода приходит к полному отрицанию чудес, играющих, как известно, важную роль в христианском учении. Этим самым сковорода поставил себя в оппозицию по отношению к церкви. Он подверг критике религиозную ортодоксию, часто вызывало враждебное отношение к нему и церковников. Сковорода осознавал свое положение, понимали это и церковники, враждебно относившиеся к нему. С указанных выше позиций сковорода подходил и к вопросу о возникновении мира, выразив при этом категорическое неприятие библейской легенды о сотворении мира Богом в течение шести дней. Философ утверждал, что разговор о сотворении мира не имеет отношения к Вселенной, а касается источников прозрения духовного начала в вещах. Вопрос о Боге, как начале, является одним из основных пунктов философствования сковороды. Если вся тварь родится и исчезает, значит нечто прежде нее было и после нее остается. Начало же есть то, что прежде себя ничего не имело, ибо оно вечно и все в неограниченных своих недрах вмещает. Именно начало определяет развитие конечных вещей, которые рождаются и исчезают. В тварях, то есть в материи, находится вечное начало, детерминируя их развитие, внося в них порядок и закономерность, переходы из одного состояния в другое. В понимании этих взаимопереходов вещей в свою противоположность у сковороды мы можем заметить наличие элементов диалектического мышления, во всяком случае в истолковании процесса отмирания старого и рождения нового в живой природе. Это вечное начало, по выражению сковороды, почти чувствуется, но оно неуловимо и не всем понятно, так как присутствие во всем не является ни частью, ни целым, не имеет меры, временной и пространственной характеристики. Все это усложняет прознание начала и в первую очередь его проявление в той части творимой материи, которая сама обладает способностью разума. Философская позиция сковороды в вопросе о взаимодействии невидимой и видимой натур характеризуется противоречием, неизбежным для представителя идеалистического пантеизма. Мыслитель употребляет понятие сопряженность, сопричастность, прибегает к образноологическим объяснениям типа «дерево и тень», «рисунок и краски», но во всех этих случаях не в состоянии окончательно и до конца решить вопрос о вечности существования и субстанциональности материи. Противоречивость сковороды в данном вопросе заключается в том, что и невидимая натура у него не во всем первична, или первична не во времени, а только по значению. Только она в своем существовании определяется сама собой. Видимая же натура в своем существовании не определяется сама собой, а натурой невидимой, как тень последней. Бог и материя существуют наряду. Однако невидимая натура всегда первична в гнасиологическом, этическом и эстетическом отношениях. Противостопоставление двух натур у сковороды в этическом аспекте своеобразно. Невидимая натура – благая натура, и познание ее является источником добродетели. В видимой же натуре философ усматривает источник зла и несчастей. В этом плане можно говорить об элементах дуализма сковороды. Философия сковороды отражает историческую тенденцию перехода от объективного идеализма к материалитическому пантеизму и к независимой от религии и философии. В историко-философской литературе были попытки доказать, что и в вопросе толкования субстанции сковорода противоречив и стоит на позиции дуализма. Такой взгляд не опирается на внимательный анализ произведений философа. Сковорода не рассматривает субстанцию как что-то материальное даже и в тех случаях, когда говорит об определенности в развитии материи. И здесь субстратом развития является идеальная основа. Сковорода считает субстанцией Бога, идеальное начало, атрибутами которого являются вечность и невидимость, а признанием того, что это начало проявляется в видимых вещах, ничего не меняет. При этом данная субстанция является основой как неживых вещей, так и человека и даже символического мира Библии, поскольку все вещи характеризуются единством этих двух сторон, материальной и идеальной. Исходя из пантеистического понимания мира и Бога, как безначального начала, находящегося не вне природы, а сопряженного с ней и составляющего ее основу, Сковорода склоняется к теологическому взгляду на живую природу. В его представлении мир, природа, человек вследствие внутренних законов детерминированы в своем развитии и целенаправлены, поскольку любое развитие является осуществлением содержащейся в вещи цели, Целесообразность живых организмов, животного и растительного миров является для Сковороды доказательством того, что во всем существующем заложены определенные возможности саморазвития, ограниченные блаженной натурой или Богом. И поэтому он не исключает человека, человеческую самодеятельность, творчество, направленное на преобразование природы из общего детерминированного процесса природного развития. Он исходит из того, что задачи и цели, которые сознательно ставят перед собой разумные существа-люди, также не зависят от самих людей, а от рождения определены их физической и духовной природой. Далекий от понимания социальной обусловленности, человеческих целей и потребностей, Сковорода не может понять и того, что осуществление их определяется объективной исторической закономерностью. Физическое бытие и историческая действительность, материальная жизнь общества интересуют его лишь постольку, поскольку они являются формой существования невидимой натуры, этой самодвижущейся причины всего сущего. Во философии Сковороды получила обоснование идея трех миров. Поскольку наиболее четко эта идея развернута в диалоге «Потоп змеин», обратимся к этому произведению. Первый и наиглавнейший мир у Сковороды – макрокосм. Это всеобщий и мир обительный, где все рожденное обитает. Он составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Макрокосму, как всеобщему миру, Сковорода противопоставляет два частных мира – микрокосм или малый мир – человек, и символический мир – Библия, подчеркивая, что в макрокосме пребывает все рожденное. Сковорода имеет в виду то, что макрокосм является нерожденным, а вечным и безграничным. Он утверждает, что лишь в неразумной голове могла родиться мысль о том, будто великого обительного мира когда-то не было, и что он якобы сотворен Богом и, следовательно, конечен. Веру в это он называет бессмыслицей. Понятие макрокосм Сковорода полностью связывает с космологическими представлениями и, прежде всего, системой Коперника и признанием существования множества миров, вечных во времени и беспредельных в пространстве. Цель познания он видит не в описании и объяснении многообразия внешних проявлений жизни, а в постижении тайных пружин развития Вселенной, в постижении, под покровом внешних образов и доступных наблюдений явлений сущности, внутреннего смысла вещей, как источника их количественной и качественной определенности. В частности, закономерности их становления и развития, меры, ритма, симметрии, пропорции и т.п. А отсюда его постоянный интерес к системе Коперника, в которой он видит подтверждение мудрости и совершенства строения природы, познание которой необходимо для человека. Своеобразие исходных принципов философии Сковородавь обусловила и особенность его концепции познания. Познание физического мира не является для философа неразрешимой проблемой. Он стоит на точке зрения безусловного признания познаваемости мира, констатирует величественные и бесспорные успехи наук, отрицает агностицизм, верит в беспредельные возможности человеческого разума в познании истины. Из признания мудрости невидимой натуры вытекает, как было показано выше, отношение философа к чудесам и критика суеверий, возникающих на почве ложных знаний. Знание материи, по его мнению, есть необходимая ступень познания внутренней формы, сущности. Это чувственное познание плоти внешнего является основой, опираясь на которую человек познает невидимое, главное. Признавая результаты этой первой ступени познания совершенно достоверными, сковорода не считает их достаточными. Он не раз обращается к осмыслению законов физики, математики, но не ради познания тайн физического мира. В законах Вселенной, например, в сопроизведенном Н. Коперником строении Солнечной системы, он прежде всего видит присутствие мудрости невидимой натуры. Познание этой мудрости должно помочь человеку проникнуться в веры в наличие такой же мудрой руководительницы и в нем самом. Познание тайных пружин Вселенной, разгадывание их под покровом различных образов, видов, видений должно убедить человека в том, что материальное существование не исчерпывает его бытия, что им движет духовная форма. Познание этой формы, а не материи, то есть не внешних проявлений физического разнообразия бытия, а внутреннего смысла должно быть предметом истинного познания. То, что необходимо, существует как универсальная основа бытия всего существующего, реализует себя через случайные проявления в существовании людей и предметов. И задача состоит в том, чтобы с помощью образов, рожденных игрой этой случайности, выявить действия законов идеальной натуры. Есть у сковороды наилюбленный аргумент, повторяющийся даже с некоторой навязчивостью в разных произведениях. Это рассуждение о том, что не краски являются основой картины, а рисунок, точнее симметрия, пропорции, ритм. Вообще понятие меры, времени и пространства ассоциируется в его сознании с признаками невидимой натуры, ее количественной и качественной определенности. Он утверждает, что даже в скоротечных вещах наличие ритма, симметрии, закона есть признак этой натуры, изменяющейся в своих внешних проявлениях и постоянной, всегда равной самой себе в своей невидимой сущности. Все три мира, по мнению сковороды, обладают двумя натурами – видимой и невидимой. При этом характер взаимодействия их различен в каждом из миров. В макрокосме внешнее, материальное, конечное выступает как проявление внутреннего, духовного, бесконечного. Здесь атрибуты духа, переданные материи и крайности, сходятся. В остальных мирах видимые выступают только как тень невидимого, духовного, который является источником блага и истины. Сложность познания сущности с помощью средств рационального, абстрактного мышления обусловлена тем, что по мысли философа при этом изменяется не только средство, но и сам объект. Другими словами, с переходом от явления к сущности человеческая мысль познает уже не материальное, а идеальное, трансцендентальное. Познание последнего и является главной целью философской науки. Что же касается чувственного познания, то с его помощью познается лишь определенная обличительная тень, а не сама тайна явления, ибо по словам Сковороды, в великом и малом мире вещественный вид дает знать об утаенных под ним формах или вечных образах. Как раз вечные формы, которые он считает основой внешних, доступных ощущениям образов и представляет собой объект познания в истинном смысле слова. Философ много раз напоминает в связи с этим, что сущность картины составляет не линии и цвета, а тот невидимый образ, который является субстратом не только изображенного на картине предмета, а и множество других ему подобных. Поэтому-то и важно познать не столько множество проявлений конечных вещей, сколько их идеальные образы. Вот почему Сковорода с пренебрежением говорит об осязании, о чувственном, непосредственном восприятии вещей, отдавая преимущество философски содержательному созерцанию, которому, по его мнению, доступны виды вещей, сродны с их феноменологической сущностью. Это созерцание вещей не является пассивным наблюдением их внешне ощутимых сторон, а теоретически рефлективным углублением в их скрытую для неопытного глаза сущность.